Приветствую вас! Есть такая психологическая игра, она называется «Перекидывание горячей картофелями». Вот. Перекидывание горячей картофелями – это то, чем вы, пожалуй, сейчас вынимаетесь. То есть вы не берете ответственность за то, что происходит с вами. Вы не обращаете внимание на свои переживания какие-то, на свои, ну, на свои страхи, на свои противоречия, может быть. Вот. И так далее. Вместо этого вы обращаете внимание на того, кто виноват. Пытаетесь найти виноватого. Но, подумайте же, вот, по факту. Подумайте. А что даст вам поиск виноватых? Ничего. По факту. Потому что, как была проблема, да, так проблема, в принципе, и останется. Проблема взаимоотношений с мужем, например. Проблема взаимоотношений с родственниками, а, значит, мужа. Проблема взаимоотношений с собой, с самой, с самой собой. Понимаете? Вот. Ну, все эти проблемы останутся. На самом, на самом деле. Вот. И, и вам, по сути дела, так останется искать виноватых. И больше ничего. Вот. Поэтому, понимаете, да, о чем идет речь? Что, здесь никто не виноват. У всех своя правда. Всегда. Была, есть и будет. Вот. Вы обратите внимание, обратите внимание, да. на то, чего хотите вы. На то, что нужно вам. На то, чего желаете вы. Да? То есть, ну, например. 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 По какой причине, допустим. Допустим. По какой причине. А вы, значит, с мужчиной, вот, стали в отношениях, у которого есть прошлое. То есть, насколько вы были готовы к прошлому мужчины. То есть, насколько вы были готовы принимать его прошлое. Вот. Вот. Были ли вы вообще готовы принимать его прошлое? Или нет? Вот. Мне, например, вот показалось, что вы изначально как-то были насторожены, да, к, ну, к мужу. Вот. Опять же, я не уверен, может быть, я не прав. Может быть. Потому что ваш текст, он написан, написан, ну, довольно сбивчиво. Вот. Поэтому я не исключаю того факта, что что-то я мог понять неверно. Вот. Ну, вы уж извините, потому что текст, он у вас, ну, действительно такой, местами совсем, ну, совсем непонятно. Вот. Понимаете? Такая история. Вот. Дальше идем, значит, так, сейчас, секундочку. Вот. Вот. Вы пишите. Я вышла замуж за человека, который был женат дважды. Вот как вы к этому относились? К тому, что человек, да, женат дважды был. Ну, до встречи с вами, например. Как вы к этому относились? Или относились, относились, да, неважно. Приняли ли вы его таким, какой вот, собственно, он есть? Или нет, или, ну, не приняли, вот. Если не приняли, да, ну, допустим, если не приняли, то почему не приняли? То есть, ну, что помешало? Ну, вот. Если не приняли, то зачем вы ходили за него замуж? То есть, насколько вы уверены это делали, да? Что было для нас важнее, замужество или отношение с человеком, ну, конкретное отношение с человеком. Вот. Важный ли это момент? Конечно. 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 Это очень важный момент. Вот. Потому что по факту он определяет всю вашу стратегию, которую вы реализуете по жизни своей. Дальше, вы пишите, у мужа есть сын, развёлся он по причине, жена изменяла. А причины измены жены вы знаете? То есть, грубо говоря, почему, почему она изменяла? Не браташа, так. А с первой женой, там, что было? Вот. То есть, ну, какие отношения были с первой женой у мужа? Вот. То есть, это вот то, что нужно в любом случае, ну, знать. Вот. Потому что, потому как, ну, вы же понимаете, да, я надеюсь, что, ну, что на ровном месте таких проблем не происходит. Вот. То есть, с этим нужно разбираться. Может быть, в этом ваши проблемы тоже. Я пришла ровно полтора года назад, у меня есть дочь с четыре месяца. Значит. Дочь у вас от предыдущего мужчины. Вот. И если я, ну, если я правильно понял, дочь у вас от предыдущего мужчины. с которым, что интересно, ну, тоже не все гладко. То есть, тоже получилось не все. То есть, в отношениях, значит, с тем мужчиной тоже были проблемы у вас. Вот. Ну, соответственно, меня интересует то, какие, какие проблемы были, были с, эээ, вот с, эээ, значит, мужчиной у вас. Что, эээ, это привело к появлению ребенка, да, и к тому, что вы с ним вместе не, ну, не проживаете сейчас, на данный момент. Вот. Важная ли эта часть истории? Да. Конечно. Конечно, важная часть истории, это, безусловно. Вот. Важно ли во всем этом разобраться? Да. Конечно. Важно. Потому что это ваша жизнь. Вот. И от того, эээ, чего вы хотели, когда принимали, принимали свои, вот, решения, да, зависит то, что вы получаете сейчас. Эээ, бывшая жена и моя свекровь Физоловка были на связи. Сын часто ездил к своей матери, свекровь сказала мне, что у них только разговоры начали с сыном, больше ничего. Я постоянно слышала такие слухи от бывшей жизни, якобы мой муч хочет ее вернуть. Муч говорил обратно, никогда в силе не посмотрю в ее сторону, сказал. Так, ну, что касается слухов, да, то здесь, конечно, сплетни, слухи, мама там, наверное, хотела, чтобы он вернулся к, ну, к бывшей жене. Вот, это, скорее всего, однозначно, вот, что он этого хотел. То есть, она этого хотела, мама, эээ, вашего, ну, вашего мужа. Вот. Вопрос здесь, на самом деле, немножко другой, эээ, вопрос здесь, на самом деле, немножко другой. Вопрос здесь в том, эээ, по какой причине, эээ, вы, эээ, не уверены в себе. Вот. То есть, из-за чего вы не уверены в себе? Ведь вы не смогли, эээ, получать, эээ, принять на веру, эээ, тот факт, что, ээээ, значит, ваш муж, действительно, ээээ, не ходит, не ходит. Ну, не посмотрит, а не будет набреть, эээ, в сторону бывшей жены. Вот. Да, то есть, получается, что вы, эээ, что, то вы боитесь его потерять, получается. Получается, что вы не уверены в себе, получается. Получается, что у вас есть ээээ, страх ээээ, 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 ну, одиночество. Вот. Получается. Так. Понимаете? Вот. Опять же, я не говорю, что это, ээээ, действительно так. Вот. Но, я говорю о том, что это, ээээ, вполне может быть. Такая история. И вам этот момент, эээ, нужно учитывать. То есть, какова ваша роль в том, что эти слуги вас задевают, задевали или задевают. Вы говорите, я решила сама с ней поговорить, купила другой номер, вот. И с ней как будто по случайности начала переписываться. И зачем? Для чего вы воспользовались по сути, ну, по сути дел обманным путем? То есть, ну, нечестным путем. Вы, как бы, получается, обманули человека. То есть, ну, вы могли бы просто бывшей жене на педаль просто поддерживать общение, например. Вот. Ну, можно было так и делать? Да, вполне. Но, вы, вы этого не сделали. И у меня вопрос. По какой причине? Я не хочу, не собираюсь вас там обвинять или что-то еще. Просто хочу, чтобы вы, как следует, поняли себя, свои чувства. Вот. Если, если вы что-то делаете, то, какая у этого цель? Знаете? Вот. Важный ли это момент? Конечно. Конечно, это важный момент. Конечно, это очень важный момент. Вот. Но, так же важно, так же важно, чтобы вы, ну, заботились о себе. То есть, эм, с этой заботой относились к самой, самой себе. Вот. Чтобы вы, беспокоились о себе, чтобы вы думали, а вот что я чувствую, да, там, например. Да, ну, допустим, сейчас. А то я чувствую, например, вот теперь. Да, какие у меня ощущения. Вот. Чтобы вы не делали какие-то вещи. А то вы, сперва, отдавали себе отчет в том, что вы чувствуете. Вот. То есть, что хотели по итогу сделать. Ну, хотели убедиться, наверное, да. Хотели убедиться, что, ну, что все более-менее нормально. Да, наверное. Вот. Получилось убедиться в том, что все нормально. Ну, мне почему-то кажется, что нет. Да, то есть, ну, не получилось. То есть, эээ, все равно осталось не удовлетворенным. Да? Вот. От всего почему. Потому что вы нечестны с собой. Когда люди с собой нечестны, то такая-такая проблема. Вот. То есть, я, эээ, не могу признать себе, признаться себе в том, что чего-то хочу. Не могу это сделать честно и, соответственно, ищу огольные пути. Играю, то бе. Так, она мне все рассказала. А что именно? У нее, короче, отношения в этом доме постоянно. Ну, опять же, это крутооценительное осуждение очень-очень. Потом меня дала знать, что это я и выбросила сим-карту. А зачем вы дали знать, что это вы? То есть, ну, если вы начали, вот, эээ, модель, эээ, поведения, да, тут, ну, начали вы, эээ, что-то делали. Так и, эээ, соответственно, нужно идти до конца. Вот. А то странно получается, что сперва вы обманули, потом призналась. Зачем? Какие были ожидания-то от этого? Дальше, эээ, так. Потом она сказала, моя Золовка Звекровисть, я достаю там звонкам. Ну, так правильно. Так и есть, вы же, эээ, ее обманули. Звекровь Золовка начала звонить мужу и моей сестре, что я оставила в покое, много чего говорила. Ну, правильно, так и мне понравилось, что вы, по факту, эээ, совершаете, ну, что-то типа диверсии, то есть, эээ, обманываете, эээ, и так далее. Вот. Так вам бы здесь, эээ, как бы извиниться, опять же, признаться во всем, да, сказать, что вас беспокоит, но нет, нет. Эээ, значит, я поехала, поехала в дом к родителям, забрала дочь. Зачем? Непонятно, да, то есть, в это время ваша дочь была у родителей? Эээ, у родителей кого? То есть, если, если родители, они не участвовали в конфликте, то к чему вы вообще об этом пишете, эээ, сейчас, да? Вот. А если участвовали, то непонятно как. Но я сейчас уже могу сказать, что у вас слишком много, эээ, ну, лишних людей в отношениях. То есть, эээ, помимо вас, да, помимо вас и вашего мужа, есть еще куча вообще людей, ээээ, которые на что-то влияют. Вот. Ну, неправильно это. Неправильно. То есть, эээ, не должно такого быть, на самом деле. Ибо, эээ, если вы смудем, то вы смудем, только смудем, и все проблемы решаетесь не с ним. Вот. А у вас, получается, нет доверия, да, друг другу. А почему нет доверия? Ну, это вы сами себе не доверяете, скорее всего. Так, значит, моя сестра послала Золовку по телефоне, когда она начала хвалить бывшую жену мужа. А что такого плохого? Внук валит она бывшую жену. Зачем сестра посылает ваших родных? Золовка приезжает к нам. Я у родителей Доны, якобы, она пришла забрать мою дочь. Больше я не их снаха, кричит. Эээ, а дочь чья, не очень понятно. В дворе моя старшая сестра, эээ, выставила за дверь, с тех пор мы не общаемся. Вы в отношениях, эээ, с кем? Вот просто с кем вы в отношениях? Ну... Наверное, с мужем. Да? Вот. Так, эээ, вот, и старайтесь отношения выстраивать с мужем. В первую очередь. Знаете? Не с эээ, его родителями. Не с его бывшими женами. Да? А с ним. Самим. Вот. А то, получается, что муж вообще никак не участвует. Вы не заметили, что вы, эээ, мужа, вот вы мужа, да? Эээ, по сути, не, эээ, упоминается. В, эээ, ну, в тексте. В своём. То есть, его как будто бы нет. Будет. Почему? А, потому что его, эээ, собственно, правды нет. Когда ему появляться? Ему некогда появляться, эээ, у вас конфликты. Вот. Понимаете? И здесь, ещё раз повторю, вы берёте на себя отлично много. Что-то отношения с мужем должны быть только отношения с мужем. И всё. Личные границы должны быть. Вот. Так что, я думаю, что в основе всего лежит ваш страх. Быть одной. Неуверенность в себе. Может быть ревность. Ну, это, я не уверен, что ревность здесь нужно смотреть. Вот. И, соответственно, так вот, так вот. Определите для себя, определите для себя, эээ, чего вы хотите. Вообще. Что вам нужно. То есть, если вы хотите, эээ, сохранить отношения с мужем своим. Это одно. Если вы хотите, чтобы вас там любила его семья, это другое. Совсем другое. Совсем не то же самое. Знаете? Какая история. Это две разных цели. По факту. Вот. И, собственно, всё вот. Эээ. От этого вам нужно исходить. Понимаете, да? И в зависимости, в зависимости от того, что вам нужно, в зависимости от того, что вам нужно. Уже нужно двигаться. Вот. Пока вы действуете как ребёнок, который, вот, пытается, эээ, доказать, эээ, свою правоту людям. Ну, другим людям. А, взрослым людям. Вот. Знаете? Я не думаю, что это хорошая идея, потому что, эээ, всё равно вы никому ничего не докажете. Вот. Это невозможно доказать. Другим людям. Что ли, что либо. Вот. Особенно, если они не хотят этого слышать. Вот. Приобретать тоже. Виноваты. Эээ, виноваты, как сказать, тоже, эээ, смысла не имеют никакого. Эээ, ну, потому что, эээ, всё равно останутся они при своём мнении люди. Вот. Вам это даст. Ну, что вам это даст. Моральное удовлетворение может быть, но отношения вы будете устраивать, эээ, по-прежнему, эээ, крайне деструктивно. Вот. Из-за этого. Из-за ориентации не на решение конфликта. Да? Вот. А из-за, ээээ, значит, того, что вы будете ориентированы на, эээ, правоту. Вот. На правду. Она, ещё раз повторяю, да, у каждого своя. Правда. Вот. Поэтому я думаю, что здесь вы просто подумайте, что для вас вообще важнее всего. Да? Что для вас ценнее всего. Эээ, вот. И уже, эээ, от этого сталкиваетесь. Ну, помните, помните, эээ, также, вот, что у этого есть цена. Ну, у всего есть цена. Эээ, то есть, если, если вы решаете, например, идти к чему-то, одному к чему-то, у этого есть цена. И вам эту цену придётся заплатить. Вот. Вопрос в том, эээ, понимаете ли вы, что эта цена есть. Вопрос в том, чувствуете ли вы её, эту цену. Вот. Вот. Ну, адекватно. Вот. Потому что вы рискуете не построить отношения и своему цели, короче говоря. Вспомните свои цены. Этого, вот. Ну, а если достичь их не получается, вот, то, соответственно, для этого есть мы, психологи. Мы можем вам помочь, эээ, в решении ваших проблем. Вот. Мы можем вам помочь, эээ, в том, чтобы разрешить свои противоречия, которые у вас есть. И, тогда вам станет легче. Проще. Вот. Я думаю, что те внутренние противоречия, которые имеют место быть у вас, да, вот, они всё же, эээ, мешают вам. Поэтому, сперва, избавиться надо от них, потом всё остальное. На этом всё, надеюсь, помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи.